Здравствуйте! В эфире православная энциклопедия. Сегодняшняя программа посвящается памяти святейшего патриарха московского и всея Руси Алексея II. 23 февраля мы собирались отмечать его 80-летие. Вся прошедшая неделя была наполнена событиями, посвященными памяти святейшего патриарха Алексея. Это концерты, выставки, конференции и, конечно, богослужения. 25 февраля, в день памяти святителя Алексея, митрополита московского, святейший патриарх Кирилл возглавил богослужение в Богоявленском соборе Москвы. В этом храме находится рака с мощами святителя, который жил в XIV веке, был современником преподобного Сергия Радонежского и наставником святого князя Дмитрия Донского. Святейший патриарх Кирилл поздравил всех с праздником и напомнил, что в этот день праздновал свой День Ангела, почевший патриарх Алексей II. Вспоминая святителя Алексея, митрополита киевского, московского и всея Руси, вспоминая святейшего Алексея, патриарха московского и всея Руси, мы умудряемся опытом правления и жизни святителей и понимаем, каких опасностей следует избегать и по какому пути следует идти нам, как народу Божьему, как русской православной церкви. Литургию и молебен у мощей святителя Алексея святейший патриарх Кирилл совершил вместе с предстоятелем Чешской церкви блаженнейшим митрополитом Христофором. После этого они ослужили литию в Логовещенском пределе храма, где находится гробница святейшего патриарха Алексея II. В этот же день в музее храма Христа Спасителя открылась выставка, посвященная 80-летию почившего патриарха Алексея. Документы и фотографии, живопись, книги – эти материалы помогут людям, которые не были лично знакомы со святейшим патриархом Алексеем, познакомиться с жизнью и свершениями 15-го предстоятеля Русской церкви. Не только возвышенное и великое, что сделано патриархом Алексеем II во свое трудное время, но и это прекрасное человеческое лицо, человеческий характер, глубокий душевный настрой, который имел этот великий человек. Выставка продлится до конца лета, а 5 декабря, в годовщину кончины святейшего патриарха Алексея, в музее храма Христа Спасителя будет открыт раздел постоянной экспозиции, посвященной его святейшеству. После открытия выставки в зале церковных соборов храма Христа Спасителя прошло вручение премий Фонда единства православных народов. С 2009 года премия получила имя святейшего патриарха Алексея II, чьего 70-летие мы отмечаем в эти дни как выдающегося церковного и национального деятеля. Среди лауреатов премии за 2008 год был и глава Чешской православной церкви, блаженнейший митрополит Христофор. Полученную премию я передаю в фонд строительства нового митрополитического собора и духовно-гуманитарного центра в Праге с надеждой на скорую закладку и окончание строительства. Торжественный вечер завершился концертом духовной музыки. Сегодня наша программа посвящена памяти святейшего патриарха Алексея. О нем вспоминает человек, который был рядом с ним 30 лет. Это архиепископ Истринский Арсений, векарий московской епархии. Он пришел к будущему патриарху, а тогда митрополиту Алексею, студентом второго курса духовной семинарии и остался его помощником на всю жизнь. Последний раз они виделись вечером 4 декабря в патриаршей резиденции, 5 декабря святейшего патриарха Алексея не стало. Мне нужно было в Таллинн ехать. И митрополиту тоже нужно было в Таллинн ехать. И место встречи было Ленинградский вокзал. Самый длинный перрон вокзала, на котором стоял таллиннский поезд. В 1935. Вот там я повстречался с его святейшеством в будущем. Являясь митрополитом Таллиннским, святейший патриарх в то время был и управляющим делами московской патриархии, и по своей должности должен был находиться постоянно в Москве. И поэтому Таллиннская епархия его управлялась больше всего наездами или по телефону. И когда он уезжал туда, то требовались и подьяконы. Тогда в московской духовной школе он попросил, чтобы прислали молодого человека, который бы смог ему помочь за богослужение на вербное воскресенье. Ну вот, а когда стали искать этого человека, то тех, которых хотели, их не нашли. А тот, который по пути попался, его и послали. Вот я так случайно оказался в его святейшество. Но тут додумал так всего на субботу, на воскресенье. А вот эта суббота, воскресенье превратилась в 30 с лишним лет. Сбоку от перона появилась черная Волга, которая остановилась в боковой лестнице этого перона, у головных вагонов. Из нее вышел высокий, стройный, церковный ряс из куфейки с посохом митрополит Таллиннский, эстонский Алексий. Нужно брать благословение. А тут как на грех порыв ветра. Это молодые же люди-то были, мы тоже красивые ее любили. У меня была очень такая черная новая шляпа с полями. И вот она вдруг полетела. И вы знаете, студенческие денежки-то небольшие были. Все-таки там около 5 рублей или 5 рублей. Жалко шляпу-то. Ну вот, по-видимому, владыка-митрополит понял, что студент не знает, и благословение-то нужно взять, и шляпки потерять. Вот, лови шляпу. Ну вот, поймал я шляпу, подошел, взял благословение. Через какое-то время владыка-митрополит попросил, чтобы я пришел к нему в купе. Пришел я в это купе, присел на краешек этого сидения, стал митрополит меня спрашивать, кто я до чего, в каком классе учусь, какие оценки, что интересно из предметов. Ну вот, потом рассказал о своей поездке. Когда на краешке сидишь, то через какое-то время начинаются нога, судороги какие-то. Ну, по-видимому, он понял, что у меня не все благополучно, и говорит, вы получше садитесь. Мы с вами еще поговорим. Вот, это получше садитесь, оно привело, вот видите, к чему. Что вот 30 лет я пробыл с этим человеком, который меня из простого семинариста довел вот до санархиепископа. И вот сегодня, когда мы с вами будем совершать это запокойное молебное пение на гробнице Святейшего, я каждого из вас бы попросил обратиться с молитвой Всевышнему, чтоб Господь зарывал нашему Святейшему Отцу той жизни благодатной, где нет ни печали, ни воздыхания, но жизнь вечная. Вознесем нашу молитву о том, который был дорог нам все эти 18 с лишним лет. Митрополит, посещая эстонские приходы, Атападьякон всегда требовал, чтоб те песнопения за богослужением, которые поет все духовенство на эстонском языке, мы знали наизусть. Пюга-Юмель, Кюга-Вега в эстонской святой, святой Божией, святой крепкой. Туль-де-кума-тага, придите поклоняйся, мы знаем это и помним. Вот Христос воскресе. Восемь-шестой год, когда он уже был назначен в город Ленинград тогда, митрополитом Ленинградским, Новгородским, куда входила также Карелия, он оставил за собой Эстонию, и он успевал по двум областям и двум республикам спокойно ездить и совершать богослужения. И они часто были очень богослужением. Потом избрали его депутаты, и если ему удавалось, то он кому-то чем-то помогал. Он старался всех поддерживать, тех людей, с которыми его Господь как-то по жизни свело. И если он узнавал, что они оказались в тяжелых условиях, считал правильным, что если он пишет им несколько строк на открыточке, положит ему какую-то копеечку туда, и с кем-то будет отправить им. И люди очень были благодарны. У нас иногда человек, когда становится высоким, у него столько родственников появляется, поэтому мы немножко были насторожены, потому что когда Святейший стал патриархом, действительно достаточно много людей заявляло о том, что они имеют отношение к нему, что чуть не братья и сестры. Из Австралии пришло письмо. Женщина писала, что вот она ожидалась в Таллине, очень маленькая уехала из Талина в Австралию. И вот помнит из своего детства, вспоминание, что вот был старший брат, Леша, который гулял, играл, катал на велосипеде. Когда Святейшему дали это письмо, он был поражен. Оказалось, что это его двоюродные сестра. Они эмигрировали. И потом, как было сказано, на тех кораблях, которые были потоплены в Балтийском море. И остался только, оказывается, вот этот один корабль, который их спокойно вот довез до Австралии. И она там со своей мамой жила. Он с ними по телефону поговорил. И она сюда несколько раз приезжала. Он говорит, если бы вы знали, как бы была мама моя рада, если знала, что вы живы все остались. Потому что нам сказали, что все корабли потоплены, люди погибли, и мы вас вспоминали о упокоении. Миром Господу помолимся. Господи, помилуй. С высшим милей спасения души наши Господу помолимся. По оставлению всех решений в обложении памяти при оставшим гостя. Господу помолимся. Господи, помилуй. И снова памятным, рабе Божьем, святейшим патриархе Арисии, покоя, тишины, блажины, памяти его. Господу помолимся. Господи, помилуй. Попростите ему всякое прегрешение, вольное и невольное. Господу помолимся. Господи, помилуй. Его воспитали в детстве. У него был воспитатель, гувернантка, которая специально занималась с ним и обучала его, допустим, немецкому языку. Он свободно мог говорить на немецком языке. Кроме того, что знал эстонский, говорил на немецком и понимал английский. Когда же родителям нужно было о чем-то при нем переговорить, они говорили по-французски. Тем манерам, которые мы им привили с детства, они остались у него до глубокой старости, до его дня кончения. Как бы мы ни пользовались расположением его святейшества, но он был глава церкви. Обсуждая какие-то вопросы, или приглашая, разделяя с ним трапезу, не давал повода, чтобы кто-то из подчиненных мог как-то командовать или указывать на что-то, это было недопустимо. Потому что воспитание, которое получило его святейшество в своем детстве и юности, оно не предполагало вот таких панибратских отношений, которые у нас были в советский период. Он всегда любил, что те указания, которые он дал, они должны быть выполнены. Требовал Сархиреев, если ты дал слово, ты должен был выполнен. И всегда вот обижался, допустим, если он давал какое-то поручение, хоть оно и незначительное, но если ты его выполнил, ты должен доложить. Это, по-моему, рождественская служба была, и нужно было начинать уже службу. В храме всего находится 500 человек Христа Спасителя. Когда на богослужение в храм приходят первые лица государства, то, конечно, соответствующие службы должны обеспечить их безопасность. А святейший всегда, когда приезжал за раннюю, выходил в зал молитвенный и смотрел, как там все устроено. И он подошел, вызвал начальника охраны, сказал, передайте, кто отвечает за безопасность первых лиц, если через 15 минут народ не будет в храме, я уезжаю из храма. Все. Потому что служба в первую очередь служится для Бога и для народа Божия. Человеческий организм не беспределен. И, конечно, болезненность и усталость святейший иногда забирало. Да, но когда касалось богослужения, он старался все богослужения совершать сам, потому что он говорил, я черпаю силы в божественной литургии. Алексей! 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 Ну, сейчас его беда, а не кастрюга. Как милость Божия, я воспринимаю посещение Киева, матери городов русских, откуда началось святое православие на нашей земле. Когда пригласили ответственных медицинских работников, которые наблюдали за святейшим патриархом, они не рекомендовали ему поездку в Киев. Но момент, который назревал в Киеве, он был очень ответственным. И святейший патриарх все-таки вот нашел в себе мужество, силы и не стал смотреть на свое здоровье, а решил все-таки ехать. И к милости Божьей его поездка удалась, люди его очень горячо приветствовали, я нигде такого не видел. Поэтому я считаю, что святейший своего рода совершил подвиг летом, когда, превозмогая те физические трудности, которые его одолевали, смог все-таки посетить Киев и разделить это чувство радости и общения с людьми, не показав ни коим образом свою слабость или свою болезненность. Святейший, как бы подводя итог своего жизненного пути, сказал, мы много построили храмов, монастырей, часовен, мы многое с вами возродили. Но главный храм – это храм человеческой души. Нам предстоит с вами строить. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Святейшего Патриарха Алексея с нами уже больше нет, и мы только в молитвенном правиле вспоминаем о том человеке, который был наш современник, с которым мы трудились, молились, шли по пути спасения, собирали те церковные камни, которые были разбросаны в те далекие десятилетия. Он говорил, Господь Бог и история спросит с нас, что мы могли сделать за тот период, который нам был дан для создания и возрождения новой России, о которой мы с вами долго мечтали и думали. Бог ему благословил, он стал патриархом и стал служить своему народу, который его полюбил и который по нему скорбел. Я без 15.9 ушел от его святейшества. Он подписал последний антиминс в жизни для храма Александра Невского в Кожухове, потому что 6 декабря этот храм малым чином должен был освящаться, и в нем начались богослужения. И ряд небольших документов, которые касались отдельных лиц. И вот, как бы, прощает, он говорит, как я сегодня устал, Владик, если ты знал, сил нет. Но потом, как член Священного Синода свидетельствует, несмотря на свою усталость, с 9 вечера он еще по телефону говорил, да, вот так, что долго с ныне здравствующим святейшим патриархом Кириллом, тогда митрополитом Смоленским, говорит, около 40 минут говорил со мной по телефону, да, еще с кем-то из митрополит, и она вот, вот, святейшего не стало. КОНЕЦ 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 Церковь учила, учит и говорит о том, что молитва потустороннего мира с нашим живым миром обоюдна. И если церковь говорила все эти века и тысячелетия об этом, то и мы уверены, что его святейшество, представ перед престолом Всевышнего, с тех небесных высот молится за ту церковь, за ту землю, в которой он проповедовал, наслаждал веру Христову, призывал к свидетельству правды, чистоты и доброты. И поэтому я думаю, что вот наше взаимное молитвенное общение, которое не знает границ, оно есть, будет и всегда останется на все времена. Потому что мы современники его святейшества, и мы чадо его, и поэтому мы обязаны помнить обо своем отце, который покинул нас на этом земном пути. А он должен помнить о нас, и я думаю, что он не забывает. В имени мя Господи во царстве Твоем, да не в суд или во осуждение, будет не причащение причистых Твоих тайн, новое исцеление, души и тела. Аминь. Аминь. ПОЁС 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 Ничто так не может сблизить людей, как совместное служение, как причащение из одной чаши к Христовой. И мы имеем великий дар, дар молитвы друг за друга, и находясь иногда на расстоянии, когда человека помнишь и молишься о нем, и опять-таки уповаешь на его молитвы, в этом чувствуешь единение с ними.